Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают воздействие на динамику финансовых активов. Начинаем мы неделю с хорошим настроением, потому что в моменте видим давление на курс американской валюты и, соответственно, роста рисковых активов. Я очень надеюсь, что для вас такая динамика не является неожиданностью. Вы прекрасно понимаете с позиции фундамента, какие тенденции сейчас являются основополагающие, почему доллар сохраняет потенциал для движения вниз и почему в этом свете рисковые активы, такие как евро, австралиец, новозеландец, могут показать довольно внушительное восстановление. Честно говоря, основной фундамент по-прежнему сфокусирован на нескольких идеях, на нескольких событиях фундаментальных. Это, собственно, новости о вакцине Pfizer. Как я и отмечал, эйфория довольно быстро прошла. Мы, кстати, в конце прошлой недели говорили об этом, то, что позитивные настроения вряд ли сохранятся, потому что объективная картина сейчас такова, что прежде чем эта вакцина станет доступна широким слоям населения и, в конце концов, поможет справиться с пандемией, пройдет очень и очень много времени. Я вам обещал то, что на нашем канале на YouTube будет ролик с нашими партнерами, в частности с Глебом Задоя, где мы как раз, друзья, в пятницу и обсудили влияние вакцины Pfizer на американский фондовый рынок, в том числе и на доллар. Если вас эта тема интересует, не поленитесь, зайдите к нам на канал на YouTube, найдите этот ролик и посмотрите. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, оставляйте вопросы, если они есть, и ставьте лайки. По поводу вакцины от Pfizer. Я не хочу принижать ее значимость, друзья, но опыт, опять же, с Астазенекой, с Модерной мне позволяет сейчас говорить о том, что не нужно торопиться раньше времени. Если вы не копали глубоко эту тему, то очень серьезные трудности сейчас есть с логистикой, именно с перевозкой действительно этой вакцины. До сих пор нет подтверждения того, что не получили все-таки добро патент на ее выпуск, и мы не знаем, насколько в итоге она окажется эффективной. Также советую не забывать то, что один из самых каверзных нюансов ковида является в том, что вирус постоянно мутирует. Сегодня читал очень интересную статью от Дж.П. Моргана, которые, в принципе, тоже присоединились к нашей идее продаж доллара. В принципе, та статья, с которой я ознакомился, основная идея там, что последствия ковида будут еще более значительными. И называлась эта статья «Зимняя волна ковида», которая будет еще страшнее, чем потенциально. Уже по последствиям можно говорить эффект первой волны. Я не хочу настолько кошмарить, друзья, финансовые рынки. Но, опять же, если мы смотрим то, что есть в моменте, здесь и сейчас, и не пытаемся прикинуть, как потенциальная вакцина поможет бороться с пандемией, в моменте здесь и сейчас есть каждодневный прирост количества заболевших. И, разумеется, на фоне тех трендов, которые сейчас фиксируются буквально по всей планете, мы говорим о том, что влияние коронавируса остается значительным на финансовые рынки. И мы строим долгосрочные инвестиционные идеи именно из ожидания того, что произойдет с мировой экономикой вследствие вот этого воздействия пандемии. Поэтому, друзья, я много месяцев вам транслирую идею того, что экономическая конъюнтура буквально вопит сейчас о том, что нужно продавать американскую валюту, потому что прежде чем все-таки пандемия отступит, мировую экономику зальют еще не одним триллионом долларов. И логически рассуждая, конечно же, эти дополнительные деньги, которые уже точно были бы на рынке, если бы не темы, например, с выборами в США, мы к ней будем возвращаться все чаще и чаще, потому что какую-то более-менее точку в этом вопросе удастся поставить только 14 декабря, когда пройдет голосование выборщиков, и мы уж точно узнаем имя американского президента. До этих пор все новостные сводки будут пестрить заголовками о том, что Трамп не согласен с результатами выборов. В Штатах необходимо пересмотреть, пересчитать голоса, потому что есть очень много пространства для фальсификации. Это будет накалять страсти. В принципе, в эти выходные в Штатах уже начались социальные протесты. Я думаю, то, что дальше будет только хуже. И если бы не вот ситуация с выборами, точно бы американские власти, Конгресс согласовали бы уже пакет экономических стимулов, о котором вы все уже должны, друзья, знать, потому что, на мой взгляд, это самый настоящий, самый важный, самый мощнейший триггер для движения финансовых рынков. Вот, судя по всему, первого квартала 2021 года. Мы, безусловно, тоже ждем. Поэтому сейчас в сухом остатке получается следующее. То, что мы следим за новостным фоном, который связан с потенциальными вакцинами от ковида. Но пока не можем сказать ничего стоящего, потому что прекрасно понимаем, что даже если патент появится сегодня, даже если сегодня Pfizer сообщит о том, что они начали выпуск, массовый выпуск вакцины, привита, скажем, мировая экономика будет не скоро. На это понадобится не меньше полугода. А за этот период времени пройдет очень много времени и, разумеется, нюансов, связанных с текущим влиянием пандемии на мировую экономику. Тема выборов тоже уже отметил. Ждем 14 декабря. Параллельно следим за новостным фоном. Но даже вот все, что сказано в порядке ожиданий, сейчас позволяет нам работать с теми идеями, которые транслируются вот с прошлых, совсем давних брифингов. Это идея покупки фондового рынка. Как вы знаете, после того, как были сделаны цели по Dow Jones, я рекомендую посматривать на S&P. Да, S&P сейчас снова находится на исторических максимумах. Посмотрите, котировки 3612 пунктов. Я пока вне позиции, я жду коррекцию, потому что она должна быть. Все-таки каждый поход на обновление рекордных уровней должен сопровождаться откатом. Идеальная точка входа, как по мне, по американскому фондовому рынку, по индексу S&P, это где-то в районе 300-400 пунктов и пониже. Кстати, снова делаю отсылку на ролик, записанный с нашими партнерами в пятницу. Там конкретные уровни назывались. Может быть, та информация будет вам более полезной. Рынок нефти 4323. Все сейчас по новостному фону указывает в пользу того, что нефть нужно продавать. Потому что влияние пандемии, оно может быть только одним, негативным на показатели спроса. Вот, пожалуйста, первая причина, почему нефть должна снижаться. Пятничный отчет по количеству нефтяных терминалов США Беккер-Хьюз. Их рос на 10 с 226 до 236. То есть падает спрос, но при этом растет предложение. Запасы тоже выросли. Я думаю, что это еще одно доказательство того, что сейчас потребления нету из-за того, что все паникуют, из-за того, что распространение ковида становится причиной ввода повторных локдаунов. За эти выходные еще несколько европейских стран и американских штатов присоединились к прежним мерам жесткого карантина. Это еще одно доказательство того, что пандемия не отступает. И это главный новостной фонд, с которым мы должны работать дальше. Прогнозы спроса от ОПЕК и Международного энергетического агентства тоже были снижены до конца этого года. И опять же, снижение этих прогнозов – это отголоски влияния ковида на мировую экономику. По рынку нефти. Если хотите рискнуть, друзья, смотрите в сторону коротких позиций. Я пока вне рынка, потому что нефть даже при предсказуемости влияния новостного фона на котировки может показать совершенно обратную динамику. Рекомендую присмотреться к новозеландскому доллару, который сейчас находится на максимумах с марта 2019 года. 0,6873 и цель 0,70. Новозеландский доллар будет расти не только из-за слабого американского конкурента. Но еще на прошлой неделе Резервный банк Новой Зеландии пересмотрел монетарную политику, анонсировал необходимость выделения практически беспроцентных кредитов для коммерческих банков и подтвердил, что не будет снижать ставку ниже нуля. Это было главным риском для новозеландца. И фактически этот риск сейчас ушел с рынка. Пока не будет отрицательных процентных ставок, есть возможность закупаться новозеландцам с целями, которые я обозначил. Евро против доллара 1,1850. Растем, друзья, 1,19 и 1,20 это ближайшие цели. Фунт против доллара 1,3225. Я здесь держу короткие позиции, не отказываюсь от своей активности, потому что ставлю на влияние на фунт именно рисков Брекзита. Этот четверг очень важен для темы Брекзита, потому что фактически очередной дедлайн истекает перед саммитом ЕС. Представители переговорщиков от Англии должны подготовить документ потенциальной сделки. Если этого документа не будет, соответственно, нечего будет обсуждать и вероятность жесткого Брекзита существенно возрастет. Индекс доллара 92,55. Цель ближайшая 92. По статистике Мичиганский индекс. В пятницу потребительского доверия показал снижение, тоже логично. Повторяю, цели Морган Стэнли, которые приобщились к нашей, друзья, сделке по продаже доллара, тоже ждут ниже 92 пунктов. Давайте дожимать эту сделку. И по золоту сохраняем лонг 1895. Сейчас при снижении, соответственно, американского доллара все создано для того, чтобы рынок драгоценных металлов ушел к прежнему максимуму. На это, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Не забывайте, что сегодня еще в 17.00 по московскому времени состоится вебинар. Правильный понедельник. Мы разберем там основные тенденции. Всем пока!